Он, как бы сказать, разогревал. То один говорит, то другой. Сейчас по интернету Галина в блеске. А так лампочка одна только здесь? Да. Вот. Вот Марина, она такая. Там патриот. Я ничего против не имею. Но Марина хочет быть потеряевкой. Там вчера Серафима Гавриловна подошла. Тут что-то надежда. То ли кто-то их подбивает, то ли сами об этом. Батюшка говорит, что надо реально смотреть на это. Не просто так. Одно дело мы собрались и у вас билет обратный. А другое дело, когда человек здесь. Там у вас квартира. Своя? Да. Своя. Лишиться можно одним махом. Но ты пойми, как ты будешь страдать. Когда негде голову приклонить. Да ты не одна, еще у тебя привесок такой. А сама что ты можешь? Не построить, не хозяйство держать. Ничего нет. То есть не просто все это. Надо реально смотреть. Мужчина. Вот он один, допустим, роман. Он все может делать. Он ездит. Добывает. Сейчас кирпич. Надо разъездить. Ты ничего этого не можешь. Не можешь. Вот. И вы доставали, когда все так же в лесу. Сама видишь, как работает. Да. Так что. Себя посадить на шею. Себе вести. Никто не хочет. И будет. Так-то бы еще поправились еще. И батюшка же тебе сказал. В течение года. Ты придавались. Там как-то может что-то будет. Лища против вас ничего нету. Мы понравились всем. И обиходам своим. Даже, допустим, наигранно ты все это делаешь. Но мы же не слепые. Мы видим. Это реально. Вот. И положительную оценку я даю вам. Но. Речь идет только о том, что человек был. Ему дают характеристику. Ты побыла там 2-3 месяца. Но выйти ежедневно. Это надо топить. Это надо заботиться. У нас одна с ребятишками тоже хотела. Надо реально смотреть. Что тогда что будем делать? Вот. А сейчас она пишет, что ребенка положили в больницу. У него порог сердца. Вообще. Даже если у нее нормальный. То и так да, вызывают. В течение полгода или как ехать. Кто тебя будет возить? У каждого своя жизнь. Времени нет. Даже вот сегодня и делать. И никого нет. Помощи никакой. Позвоночник. Мы ломили. Позвоночник. У меня позвоночник. Операция. И я бедрами, бедрами таскаю. Вот это делаете. Я беру кувалду. И кувалдой махаю. Там машу. Не выскажешь сколько. Ты дай сюда на велосипеде. И у нас дело. Не готово. И дело может быть во вред. Потому что поднятая вода. А на ней лед. А потом снег. И вода пришла. Она поднимается выше. Она просто там прорвет. Из-за того, что у меня здесь поднялись. А я все это делаю для того, чтобы воды было больше. Глубже. Большую рыбу размести. И не просто за полы сделать. Дорога у меня не на первом месте. Но и дорога. Тоже. Вот. Так это мужчина. Я не один. У меня братья со всех сторон. Но они и твои братья. Тебя никто нигде не укрикнет. Вот что-то здесь есть. Сейчас осталось. За это. Чтобы нигде не платить. Ничего. Трудящийся достойный пропитания. Ты. Поля. За это. Ни копейки не надо. Чтобы ты это поняла правильно. И не то, что тебя отвергают. И. Вот у Лесики говорит. Она нашла людей. Которых искала. И она ела тоже. Я 6 лет готовилась. А она решилась на это дело. Спустя там сколько-то. Два месяца с вами знакома. С Мариной Сергеевой. Да еще и с ребенком. Да еще и с каким. Сколько ему требуется. Все равно вы занимались. Сегодня он у меня работал. Прекрасно. Прекрасно. Не так. И берет. Не так тащит. Но он с желанием сколько мог. Скажу где он. Не понимает. Но он где-то достать топор. Ему показывает. Он берет тащит. Т.е. Можно заниматься. Но он побыл. И мы знаем, что сейчас. Последний месяц. До 27-го. И вы до свидания. Это подходящее. Ну на ежедневное. А это надо каждый день справляться. Ты инвалидный получаешь? Да. Пенсию. Сколько? 9800. Вместе с Колиной 480 рублей дотация на ребенка. И 1400 за квартиру. Дотацию доплачивают. Всего вместе 9800. Вот видишь как ты это все можешь. Вот допустим это. Пенсия то тебя не уйдет. Не буду. Но квартиру я советую удержать. Не продавай. Никак. Пока. Пока. Как ты будешь жалеть потом. У нас были такие. Батюшка уговаривал. Она взяла. Продала. Приехала к сыну. Тут не пожилось. И началось. Это не просто так. Ну вот я и хотел поговорить. Что решено. Что ты остаться не можешь. Разрешение взять. Я не член деревни. Но я член деревни. Как называется. Почетный. Я имею право голоса и прочее. Я за то чтобы тебя не принимать. Не принимать. Почему? Одно дело. Поднять руку. Я за. Ну и жюри возьми. А что я сделаю? Ну в Барнауле там Надежда Васильевна одна. И то это уже будет стеснительное. Никак. Вот в одной комнате. Скорее я жить не могу. У меня есть вещи. Которые я никому не показываю. И доверия никакого нет. Он только вернулся на пять. Своё. Кого угодно может привезти. Рассказать. И. А здесь конечно не очень доразгонятся. Если отдельный там домик. Думали. Сделать. Не мимо. Я в курсе всех этих движений. Вот. Всех этих приветов. И ты должна это принять. И никаких попыток не делать. Дальше. Сколько лет? 52. 52. Вот что думать-то? Не думать о замужестве. Тем более ты. Речи никакой нет о замужестве. Ну. Я к примеру говорю. Знаете. Седина говорит. В бороду. А без в ребро. Ребро. Женщины в ребро. Тут не пропонят. У Чарли Щапова. Женился 72 года. Ребеном был. Так что. Мы все с Чарли Щаповой. По своему. Мало ли еще. Она и вкусит. И скажет. Я не думал. Не гадал. Надо бодрствовать. Сказать мне больше. У меня еще. Я молюсь о вас на всех. Ну. Спасибо Христос. Вас за святые молитвы ваши. Игнатий Тихонович. Я хочу сказать. Что мы когда в апреле месяце с вами разговаривали. Вы сказали. Что можете приезжать. Значит. Вы. Вам никакой мужчины не надо. Вы справитесь без мужчины. Но вы в то время не знали. Что я с одной рукой. Конечно. И я не говорила вам про это. Не говорила. Да. Поэтому. Я приехала сюда. Так. Горящее у меня сделай. Я там выпить чай. И что там. Прямо горящее. И вот. Сделай мне. Какую-то кастрюлю выделил. У меня надо. Я холодно вот охлебанул сегодня. Потно это где-то. И чувствую. Грухи. Задевает. А меня даже нагреет. Даже вечером закашивал. Нагрел какую-то кастрюлю. Маленькую. Была у меня там. Утащили. Она была у меня там. Такая беленькая алюминиевая. Такая вот. Только поменьше. Я раз. Там термосок вон налью. Я тоже. Нуждаюсь в этом. Ну. Я еще. Что я вам говорил. Ну. Ну. Вы сказали. Что вы можете приехать. Вы ни от кого. Независимо. Здесь у нас есть домик. Будет сын ваш учиться. И все. Я думаю. Во-первых. Я с вами. Во-первых. Когда я поговорила с вами. Значит. Я поняла. Что это тот человек. Который мне может помочь. Духовно. Прежде всего. Какой-то совет. Значит. Может дать. Потому что. Таких людей. Как вы. Простите меня. Господи. Услыши меня. Пожалуйста. Нет таких людей. Нет. Ну. Нет. Потому что. Я вижу. Какую вы. Любовь даете людям. Да. У вас строгость. Это. Слава Богу. Что она есть. Потому что. Мы от этой строгости. Только учимся. Получаемся. Ваши мудрости. Получаемся. Божественным. Это. Я благодарю. Господа. Что он. Дал мне. Такую. Возможность. Приехать сюда. И увидеть вас. И. Пообщаться с вами. Это. Великий дар. Божий. Вот. Это. Самое основное. Что мне надо было в жизни. Во-первых. Во-вторых. Значит. Тогда. Когда я здесь. Стала жить. Я поняла. Что лучшего места. Вообще. Нет. Прежде всего. Я думаю. О. Малыше. О. Ребенке. Потому что. Учителя. Здесь. Все. Православные. Учеба. Здесь. Отлично. То есть. Дети. Здесь. Учатся. И. Поучаются. Не только. Основным предметом. Слово. Божие. Это. Главное. Для нас. В жизни. Потому что. Такого. Нигде. Нет. Вот. Я. Думаю. Что. Господь. Устроит. Я. приняла. Батюшкины слова. Во внимание. Батюшка сказал. Что. Благословений. Сюда. Приехать. Что. Нет. Боли. Батюшка. Батюшка. Да. Я. Поговорила с ним. Три. Беседовала с ним. Батюшка. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Конечно. Желание. Очень большое. Остаться. Очень большое. Я понимаю. Что. Деревня. В городе. Тоже. Трудности. Не без этого. Но. Я хочу сказать. Что. Несмотря на то. Что. У меня. Одна рука. Я. Справляюсь. И. Печь. Затопить. И. Хозяйство. Вести. Могу. Все. То есть. Я. У нас. У нас. У нас. У нас. Были. То есть. Мы. У нас. Мама. И. Папа. Работали. Мы. Практически. Сами. Все. Управлялись. Мне. Я. В 10 лет. Уже. Носила. Два. 15 литровых. Ведра. На. Коромысла. Понесла. Коромысел. 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 Косить. Собираться. Такова. Это понятно. Понятно, что тяжело, конечно, но... Не тяжело, а невозможно. Невозможно. Это надо косить, это надо косилку иметь, это грабли, ничего нету. Нету? Это все нанимать надо. Это невозможно. Назем вывозить, ничего ты не сделаешь. На пенсию, кстати, пошла бутылочку, купила молока, не такой он, конечно, там... Ну, не такой, но... Но, однако, можно жить. Приволю, уже шестой десяток уже тут. Да. Я смирилась с тем, что вы меня не оставляете. Я это поняла сразу, потому что... Слова батюшки я восприняла очень хорошо, и приняла их к сердцу. И то, что он сказал про квартиру, и ваши слова, и батюшкины слова, я это поняла, что с квартирой ничего пока не надо делать. Я это поняла. Никак. Квартиру держи. Держи крепко. Я принимаю все ваши слова, все ваши советы принимаю. Поэтому... А девочки так податайствуют, потому что я им говорила, что очень хочу остаться и благочестиво воспитывать ребенка. Потому что сама я благочестиво воспитать не смогу. Мне нужна вот именно вот такая помощь. Духовная помощь. Ни моральная, ни физически. Именно духовная. Ну, это можно и без жития здесь. Есть люди, которые приезжают к нам сюда, восповедуются, беседуют, в интернете беседуют. И... То есть... Обходимся. Так что человек так вот прилепился, ему обязательно приехать. Если бы это было так, что ты была замужем, муж верующий, ребятишки, там моложе, видите, условия какие. Это приоритет. Лучше условия создать, как у нас для воспитания в православии, трудно. У нас не просто акафисты, как вот книга отец Арсений, он акафист, это литургия, у нас Слово Божие на первом месте, Святая Библия. Для православных это... Непонятно. И как вот Матронушка сейчас, Матронушка, они и Бога не знают. Там на меня какой-то священник, сегодня говорят, нападает, там, взывает меня, всякого не знает, Ну, только идут. Я не знал. А теперь узнал, что от этого изменилось. У меня зуб болел вчера, и были сегодня еще из этого. И вот какие слова. Ну, пристаним на Суд Божий, и Бог откроет сокрытое во мраке. Он что-то имеет? Нет, он называет, нет. Он обзывается там. Обзывается, как ребенок какой-то, хулиган. Я их называю, патриаршие кодлы. Они в кучу собираются, нападают. Ну, они как сейчас открывают, матерками. Матерками, прямо натуральными матами гонят где-то. И они причащаются, исповедуются. Ну, и что из этого? Я знаю Христа. Я работаю. Работаю так, что... Много я вам молодым выступаю в работе? Да нет, нормально. Нет. То есть любая работа, какую делаю, я ползаю на коленях, держать, пилю, тащу, что могу, копаю, несу. Ну, Бог дает здоровья. Но я окружен друзьями, у меня квартира, не просто квартира, а дом свой. В городе Барнауле поедете вы обязательно как-то, мне надо заехать, если есть возможность посмотреть. Это то, что мне государство дало, суд был, то, что меня конфисковали, а возвращать нечем. Через 11 лет я получил два домика в центре города, почти в центральном районе. Так, у нас разница большая, и здесь я нахожусь в своем доме. Куда не повернул, у меня Бог это так делает. Притом этот я домик не строил, этот не строил, этот домик вот этот. Я его не просто, а приобрел для дорогого брата, вот у хозяина. Я дома это разбрасываюсь, если так с улицы, то дом Никите, это дом, дом подарить, это очень много. Тем более сейчас вот роман сегодня уже, дайте совету, как делать печь там, русскую печь. Я пищеник, я не начальник, начальником я был 7 месяцев до Ании, прорабом. А дальше меня заубили ход везде. Так я мужчина, я не чувствую ни в чем недостатка, ни из-за старости, ни из-за того, что у меня там болит, там порезанное и прочее. Как-то так вот, молись, сейчас мы такую работу сделали, даже не скажешь. Они сегодня работают, ощущают от излишней, что для коровки там снес землю. Вот, а я пошел на второй мостик, на платину, и смотрю машинные следы, там везде. Я иду там не чужой. Сегодня что делаем, это может во вред, потому что я намного хочу увеличить больше метра воды, чтобы было. Батюшка говорит, что бы если еще скинуть, я вижу, они никогда не поднимают досками, поэтому я сделал монументально. сваи забетонировал буквально, бетонировал это самым, вот, камень, буты, и все. Вы ничего этого не можете. И я понимаю, на вашем месте, для вас, это то, что вы решили, думали, да исполнит Господь. Я буду постоянно вас помнить. Но ты в течение года трудись, никаких попыток не делай, ходатай никаких не нужно. Это бесполезно. Дело в том, что время тратят, а не бесполезно, сказал батюшка. Я не деревецкий, я в городе живу. Хотя мой голос, я в другое время, я принят официальным собранием, почетно еще и деревне и прочее. Вот так. Я благодарен вам, что вы остались, что вы работаете. Мы приходим, тут у нас все есть. Вот занимайся с ней. Одна осталась девочкой. Чему ты научишь? Чтобы она не дергалась, сидела спокойно. Вот если бы она решила, сейчас написала, деревья, деревья, и с матерью поговорила там, мы бы их приняли. Я не знаю. И при том, ясно взяли, они же деревья. Отдельно им надо жить. Они живут с кем-то, у кого ребятишки. Мы договорились тут. А это здесь совсем другая ситуация. Выстие со своим непутем, неразвязанным. И он в любой день может приехать. Коллега какой он там, неважно. Сатана накрутит мозги. Он будет по-своему мыслить. Да, он уже по-своему мыслит. Он уже по-своему мыслит. Ну вот. Говорит о том, что здесь кон с наги. Что детей-то... Вот, да, вот. И что он приедет, и все здесь разбомбит. Ну это не... Это отступает, это нас бомбит. Ну, понимаешь... Сникнул. А ты говоришь, что он не умный человек. Да. Как он этот бомбит, когда все это государственное? Школа государственная, деление имеет регистрацию. Его сразу скрутят, выпарят, как следует выпарят. У нас тут был один бомбит. Его скрутили, сзади руки к ногам притянули. Я его порвал, ты, штаны, все лопнул на мне. И отвезли, в милицию сдали. Так он уже через день пришел тут, буквально в ногах валялся. Простите, простите, простите. Я не знаю, еще со мной был. Он, ну что, дури лифти. Он приедет один, он бы разбомбил. Таких бомбежиков много было. И накормим, и до свидания. Он будет и так, сразу приезжает милиция. Его скрутили, и все. Уже не мы будем его трогать. Милиция, полиция. Потому что к нам очень хорошее отношение. Приезжает начальник уголовного розыска района, и все время спрашивает вас, никто не беспокоит, все нормально. Да нормально, нормально. А то он просто так, для фишки, сам себе, для поддержки штанов. Если ему надоело жить мирно это, пусть приезжает. Его угостим мы, накормим, и отправим обратно. А что будет здесь? Курить, пить, буянить, на кого-то кинется, драться. Ну, знаешь, даже говорить не надо. Тут приезжало много-много непонятных, и нерусских, и накормили, и сразу его до свидания. А я не поеду, сразу звонок, полиция уже приехала, все. И дальше уже мужа нету. Мы все засняли, показали, если нужно, ему срок навешивать за хулиганство, ему надоело с тобой жить. Да и так у нас ребята еще такие могут так вломить ему, что он на костылях будет ходить. Не посмотрят. Верующие. Верующие, но за себя постоят. Убивать не будут. Все служили в армии. Ты сама видела, какие арлы стоят. Это он так, как блудницы своей, хорохорицы. Я очень вам благодарна за все. За ваши мудрые советы, за ваше поучение. Это главное для меня. То есть я научилась очень многому. Я Господа благодарю за то, что действительно он сподобил приехать сюда. Я понимаю, что я нашла того человека, который мне всю жизнь искала и вот нашла. Это за зомбиром вас, как говорят. Это пусть люди думают, как хотят. А я говорю, что Господь так сподобил. Без Господа мы никуда. Поэтому слава Богу за все. Бегает и прыгает, козленок. Вот так. Ни одного замечания практически нет. Еще не скажу, он несется со всех ног. Не то, что я стращаю, он видит, он видит, что мы все потух, что мы все работаем ни покуда орут. Никаких перекуров. Никаких обед, не обед, мы продолжаем. И тут машина, нас машину сажают, везут домой. Мы фактически все сделали, что хотели. ребята какие-то радосты. Другие сыновья, сыновья, сколько у меня детей. С сыновьями окружен, да какими. Так что приехали, благодарим. И на этом, я думаю, разговор закончен. Бабе Серапиме, если она будет еще что-то говорить, а то она приехала, у нее дочка Маша, она не Маша, а Марина. Она говорит, а Марина это ее снахар. А она забывает о себе. А потом думаю, это не случайно, она во всем видит какой-то смысл пророческий. Да я знаю, что я Марина там Марина. А вот Марину полюбила, она рассуждает духовно и во всем видит Бога, все для Бога. Таких людей надо привлечать. Ну, привлечем, но это не означает, что мы готовы, чтобы взять и тащить на себе. Нет. Я ходила, ты ходила когда-то. Дальше. Было, кто ухаживал дальше, а здесь все самостоятельно, никто не будет. Ничего не будет. Ничего. Никак. Просто никак. Ничего, кроме огорчения. А, такие верующие, вот я больная, там, коллега, инвалид, а мне не помогли, вот это ропот будет. А это не приближает людей нисколько. Нисколько. Я понимаю, что ропот, когда, конечно, он отдаляет от Бога, но я хочу сказать, что я приобрела новых сестер, новых братьев здесь. Я благодарю Господа за это и слава, и хвала ему. И самое главное, что я говорю, хочу с вами общаться, всегда, причем, и с братьями хочу общаться, и я буду вас помнить всегда, и на молитве буду вас помнить, вспоминать. Вы за меня, грешного, молитесь, пожалуйста, не забывайте тоже. Господи, помилуй. Господи, помилуй, спаси нас, грешный. Я уже помолился. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Так что я, Игнатий Тихонович, вас полюбила, как родного отца. Мы тоже, мы вреда не делали никакого, мы работаем, вас не видим, и очень спокойно. Спокойно, что все у нас идет как надо. Слава Богу за все. Благословен Господь. Глава веки, вечный, аминь. Ничего, куда мы не допускаем. Это рассудительность. Не лиши, Господи, здравомыслия и рассудительности. Вот это здравомыслия и рассудительность. Мы не ищем своего. Но это наше право смотреть, развитым воображением, видеть препятствия и прочее. Это так. Любое дело. Любое. Ко мне очень-очень многие обращаются за советами. Тьма буквально людей сколько. Я молчу иногда от вещей, иногда местописание ухожу. Какой я советчик? Я сам-то в ощупь сквозь туслое стекло гадательно смотрю. Ну, иногда четко, ясно, определенно. Мне нужно было вот то, что я сейчас сделал. И запруды, и дорога, и шлюзы эти. И все, привезли песок, уже разгладили его. Я видела. Отправили. А вот теперь надо щебель. Это мне сейчас тысяч двести с лишним надо готовить. Понимаете, как? Я беру за дела невыполнимые совершенно. Я не как-то так вот, как будто он мне никогда это сто пятьдесят три тысячи отдал, как будто я не давал. Их не было, и опять нет. Но все сделано. И люди, которые смотрят, они понимают. Был не просто работник, а работник добросовестный, которого дал Бог и с насчастом, это уже третий год. И при том, делаем мы неопределенно, что-то у меня обязательно сохранится. А может быть, опять бобры там и прорвета уйдет. Ну, что ли. Я никогда деньги не брал. Мне сегодня сказали, что церковная касса, надо проверить, что-то есть, чтобы мне дать. Я говорю, я ее не возьму. Зачем мне это нужно? Чтобы вы сказали, что меня обогатели, как Авраам. Ни шнурка для обуви не возьму. Я никогда не беру. Мне надо. Я молюсь. Вот сейчас Мария поехала. Она взяла книги, рассчитывается. А это приложил. Я смотрю, 500 долларов. 500 долларов это уже что-то. Это, допустим, мне это пятая часть, одна пятая часть того, что я заплатил. Вот одна пятая уже вернулась. Слава Богу за все. Такие люди. Спасибо. Благодарю вас. Благодарю вас. Просто удивительно. Я пошел туда. Спасибо, Христос, за вашу беседу. Хранит вас Господь. Читай Библию, молись и доверяйся Богу. Крепко держи в памяти квартиру, держи. Чтобы ребенок твой, что с тобой случилось, он не был бомжем. Я ваш совет приняла в сердце. Я не сказал, такие дети на кого похожи. Да. И поэтому, чтобы он любил дом. Если он будет рассудительный, будет с нами поддерживать связь, то мы не отказываемся. Время-то идет, нас не будет с батюшкой, будут другие, у нас устав. Устав вам все соблюдает. Устав состав. А вот с кем разговариваешь ты там, так и скажи. Мне данное время, в течение года, все проверить, посмотреть, надо ли это. Вопрос, надо ли переезжать. Ты там в теплом уголке сидишь, тебе хватает ЖКХ, тебе государство помогает. Понимаете, мы должны молиться за правителей, что тебе дают, а мне не дают. У меня 6,5 тысяч. У меня еще больше. У меня квартира тоже дорогая, квартплата у меня, 6,200 квартплата. Ой-ой-ой. Да. Ну, у меня-то дешевле, как свой, но тоже мы считаем, там, ну, все. Да, у нас отопление только 2,5 тысячи. Отопление. А, отопление у нас тоже живет, будет здорово. Вообще отопление. По сколько тогда? Тысяч, наверное, по 20 отдают каждый раз. Ну, 10 тонн на зиму. 10 тонн на зиму. И пермируясь еще. Всего хорошего. Спаси, Христос, Да благослови вас, да благослови вас, Господь. И сохранить этот раздор для памяти. Воля Твоя слетает, да исполнится, как Тебе угодно, Господи, путешествующие могли Владимира и Жизними. Спаси, помилуй. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. А слава Божьей. Спаси, Христос, всего доброго. Ангела-хранителя.